Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы пригласили вас на пресс-конференцию, посвященную проблеме товаристов МИК. Достаточно знаменитое предприятие по поводу своих кондитерских изделий, но мы знамениты стали и не по очень хорошей тематике, стали объектом рейдерского захвата. Значит, конференцию посвящаем, возрождаем МИК. Как мы это будем делать? Мы хотим создать беспрецедентную ситуацию выхода из рейдерства с помощью своих сотрудников, с помощью неравнодушных людей, которые сейчас подключаются к нам, помогают, болеют душой и сердцем о наших проблемах. На пресс-конференции присутствует профессиональный, бывший сотрудник МИКа, профессиональный управленец, кондитер, с которым я прошла более 15 лет вместе на головногу, это Михайлова Лида Ивановна. Валентина Михайловна Сапко, сотрудник финансовой группы, то же самое мы проработали более 10 лет вместе. И Руденко Анатолий Петрович, который фактически все время кризиса сопровождает меня и компанию. Делал все и делает все возможные действия для того, чтобы компания сохранилась, рабочие места сохранились, и в конце концов, чтобы эта плохая история стала огромным примером для людей, которые, может быть, сейчас думают, что выхода из этой ситуации нет. Мы хотим дать пример, что выход из ситуации все-таки есть, и все это будет происходить благодаря гласности, благодаря неравнодушным людям, которые будут идти рядом с нами. Коротко немножечко расскажу о том, в какой кризис попала компания кондитерская. Это во время Майдана мы давали заявление в антикоррупционную комиссию при Верховной Раде, через Соболево, передавали лично туда. Я сейчас озвучу ее текст, а потом, что мне ответили после этого. Значит, заявление о совершенных преступлениях против ООО МИК, организованной преступной группировкой, покрываемой бездеятельностью руководства МВД города Кривого Рога, в лице Лютого. Мы перечисляем управленцев ООО Д, Гречуха и городской прокуратуры. Новиков возглавлял. Сейчас изменения есть только под фамилиями, никаких действий, изменений действительно нет. Значит, мы освещаем им преступление номер один. Значит, работающему предприятию была отключена электроэнергия, что повлекло полную остановку производственной и хозяйственной деятельности налогообразующего предприятия города Кривой Рог. Отключение было произведено арендодателем товариства Днепро-Алия на площадях, которого велась деятельность. Деятельность мы вели с 99-го года и по 14-й год. Из-за хозяйственных споров произошел конфликт. Второе преступление. Похищение имущества путем прекращения доступа к производственным площадям, которые находятся в аренде. Стоимость имущества превышает 2 миллиона евро. Оборудование в залоге у Государственного банка УкрЭксимбанк, а также часть его принадлежит голландскому инвестору. Об инвестициях вообще взагали по Украине мы потом немножечко, две минуты уделим этому. Все эти преступления были зафиксированы МВД, однако возбужденные по данным фактам уголовные дела закрывались без должного расследования. По необоснованным причинам, несмотря на показания свидетелей, неоспоримые факты блокировки имущества МИК сторонними особами. Неоднократные заявления в органы МВС и прокуратуры города не привели к результату. Органы прокуратуры и МВС всячески покрывают преступную деятельность арендодателя ООО Днепр-Алия, закрывают все уголовные дела. Данные преступления были совершены против собственников МИК, а именно меня, Меркулова Елена Анатольевна и Меркулова Александра Васильевича. Сейчас банк работает именно как с поручителями и производит неадекватные действия, не обращая внимания на то, что у них есть заставное майно. ООО МИК предприятие с оборотом более 5 миллионов гривен в месяц и налоговой нагрузкой в 10 миллионов в год. Это я взяла просто средние показатели. На предприятиях было занято более 500 сотрудников, а если быть точным, 535 на МИКе и на филиале 200. Итого 700 человек было занято под корпорацией МИК. Продукция предприятия реализовывалась по всей территории Украины. Метро присвоило нам национальный выработник Украины. Предприятие работало на арендуемых площадях более 15 лет. После выкупа данных площадей Днепро-Алия арендная плата увеличилась в 8 раз. То есть увеличилась в течение года. И она превышала рыночную просто в разы, в 5 раз. Если за забором, если была гривна 5 гривен, у нас было 25 гривен. И мы фактически стали заложниками хозяйственных споров. Разбирательство перешло в судебное поле. Ни одно судебное решение не давало права Днепро-Алии отключать электроэнергию. Насильно выселять с арендуемых площадей ООО МИК. Несмотря на это, совершены преступные действия, описанные ниже. Значит, я, наверное, немножечко сокращу. После того, когда отключили электроэнергию, мы, естественно, не могли работать. И максимально начали выезжать из предприятия. Оборудование имеет огромный вес, огромные габариты. Нужна специальная техника и специальный подход к этой технике. Значит, с 24-го, 10-го мы были без электроэнергии. Сотрудники сидят, они могут подтвердить, что мы в 15-ти градусный мороз мыли предприятие для того, чтобы арендованные площади оставить чистыми. Новое оборудование мыли просто на кострах, на кастрюлях грели воду. Производился без света демонтаж со второго этажа. Лифты были все отключены. То есть, ну, все было на грани фола. И тут, 10-го декабря, нам сделали огромный подарок, поскольку у учредителя был день рождения. И в этот день, когда люди находились в примещении и делали демонтаж, вечером нам позвонили и сказали, нас за шиворот выводят из примещения. Какие-то незнакомые люди представляются охраной. Всех профессионал-технари были в тот момент. Их вытолкнули из примещения. Мы, естественно, вызвали 102. Все это зафиксировано. Но и по сей день МВД пишет нам очень уважительные реплики. Елена Анатольевна, не има никаких злочин. Вы что-то попутали. Значит, с 2014 года оборудование находилось на территории Днепролии. На сегодняшний день следствие нам показало пустые помещения. То есть, это уже очевидно, что оно могло быть повреждено. Оно вывезено в неизвестном направлении. На сегодняшний день все-таки есть определенные победы. А что именно? Я хотела бы вам засчитать ухвалу, которую... Значит, повторное открытие уголовных дел, беспрерывная подача заявлений. Нам пришлось снова повторно до слича у судьи извернуться для того, чтобы открыть криминальное дело. И вот я хочу зачитать ухвалу. Интересная ухвала судья Ковтун, Саксаганский суд районный. Значит, на мою заяву про открытие криминального проведения, в котором я подала документы о принадлежности ТОВМИК оборудования, она прописывает, что заявник Миркула Олена Анатольевна... Сейчас, 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 секундочку... Ну, если коротко, заявник ніякого отношения до ТОВМИК немае. А тем паче, что до тимчасово вылученного майна. Мне очень эта фраза понравилась. То есть, судья Ковтун откуда-то знает, что у МИКа темчасово вылученное майно. А что это за юридический термин? Это интересно. Да, я прокоментую, что вы... Смотрите, вот вы сейчас свидетельствует... Злочину судья Ковтун, яка вчинила. Эта человек должна выехать из Кривого Рога. Вона злочинная. Почему? Каждая человек, или она собственник, или не собственник, должна подать заяву в прокуратуру правоохранения о злочине. Если вы бачите, что убили человека, не нужно никаких доказов, вы идете и поведомляете. Если вы бачите, что до дитини причиняется, вы идете и поведомляете. Даже если она не была властью, она должна поведомить про злочин, особенно тяжкий, потому что идет про ответственность, которая предбачена Криминальным кодексом до 14-ти. Меркулова подала, тем более, что она имеет отношения и как засновник, и как директор, который был на тот момент, и который был директором Криворізской филии на сегодняшний день. Она просто вам не говорила. Я директор, я тоже подал. Что должен делать прокурор или следственный, когда получает документацию? Криворізской филии на протяжении 24-х годин внести в реєстр, викликати її, попередити по криминальному відповідальність за дачу заведомого неправдивого поведомления и начинайте следствие. Что делают наши полицаи? Вносят в ЖЕО, покажи, не в відомости ЖЕО, бумажечка такая осьована лежит, ЖЕО. Это не выполнение цих, это не звернение гражданинки. Это, извините, заявка про злочин, 214 стаття КПК. Я чему говорю? Со мной сидят мои одноклассники из Донецкого юридического института, самого лучшего в Украине, вузу попереду. У нас конференция по теме, а не по одному. Я хочу поведомить народ, в чому вина суддей злочин? Вона должна была обязательствовать внести в реєстр. Ну, у нас знайшлася и справедливая судья, это Ступак, яка обязала, через 10 дней, мы вернулись до 2-го судья, за рекомендации правозахисников, и Ступак обязала полицию внести. Ну, будем смотреть, как это все будет расследоваться. На данном этапе, я считаю, это победа. Вот, потом я еще 2 секунды удаляю тому, что эти злочини, которые связаны с нероследованием, были озвучены Днепропетровской области. Абрамовскому Александру Викторовичу, это человек, который возглавляет внутреннюю безопасность в Днепропетровской области, он меня уважно услыхал и направил расследовать нероследование главному следственному Гоптереву. Той, кто нероследовал злочин, он ему направил. Ай-яй-яй, это у нас так працюет, даже внутренняя безопасность области. То, что уже дальше было. Вот. Значит, еще какая победа есть. Я хочу, потому что очень много моих сотрудников будет слушать эту конференцию, я хочу сказать, что мы обратились к Кабинету Министров, к пана Гройсмана. Коротенько, ему, очень коротенько, эту проблему выложили. Я очень благодарна Владимиру Борисовичу за то, что он отреагировал на наш лист. Бажано, конечно, чтобы наши местные отреагировали, но сейчас только идут подписки, передано за належностью. Начинает от антикоррупционного бюро. Что? Мы не вбачаем тут статьи 206.2. То есть, что такое 206.2? Это втручание в деятельность предприятия. Антикоррупционный не вбачает. Доброе, мы будем далее им пояснивать. Теперь, Министерство юстиции. Это уже заявление писал Анатолий Петрович. Шановный пан Сергей Шкляр. Он ответил, что Анатолий Петрович не указал очень много данных по ТОВМИК, ссылаясь на то, что он не понимает, что еще и где говорится. Я вам хочу сказать, что сейчас руководитель Министерства юстиции Сергей Шкляр, он возглавлял компанию «Ардзингер». Это первая юридическая компания, которая была у истоков рейдерского захопления и рейдерских суперечек ТОВМИК и Днепра-Аллия. Они знают все истинные причины хозяйственных споров с Днепра-Аллией. И он отвечает нам таким листом. Анатолий Петрович разговаривал с помощником, потому что он от меня ховается, не берет слуховку. Право в том, что в 2013 году Меркулова и ее помощники подпали под страшные коррупционные действия в системе господарских судов. И этот рейдер Днепра-Аллия, это Руслан Євстафьев. Чтобы все понимали, что такой Руслан Євстафьев, позавинулий год он передал на одну сходинку по экспорту фабрики Рошен. Вот это Днепра-Аллия по экспорту 84 миллиона долларов он поклав в 2015 году в свою кишеню, потому что он не платил нижней подки. Он сказал, что мы еще сборчим. И он для того, чтобы забрать это манно, Меркулова не рассказала, это такой в Кривом Розе Криворизский домобудительник, огромный завод, который строил весь наш Кривий Рег. И его в 2000 году банда просто вкрала в державу. Его вартность, по моим оцинкам, десь близко 50-60 миллионов долларов. Его никто не продавал, предприятия кинули в банкротство. До сегодняшнего дня, 2017 рік, еще справа про банкротство не завершена. Один из ликвидаторов просто в суде заявил, что велика корупційна, складывал в Кривом Розе, и он отказался. На сегодняшний день ця банда, Лукашук, Гальчевский и другие, призначили свою ликвидатора, и она уже месяцев три на Кобилянске, 219 судей, она пытается ликвидировать предприятие предприятие. Для чего? Будет труп, не будет справа, мертвець травму не имеют. Я написал уже суді Калініченко в господарском суде, что не дай Бог, вона прийме решение про ликвидацию, то вона будет отвечать перед радикалами по законам військового часа. Вони, мало того, что присвоили оце примещение основное на Коломойцівске, что покрали майно, державное, ваших детей, наших детей покрали. Вони еще и не платят податки. Мы ходили до Вилкула и говорили, это податки за землю, которые не сплачиваются. Мы мог сплачивать податок на землю, но его клали в карман. За этот год, я подраховывал, это близко 90 миллионов гривен. Я питаю Вилкула, тебе не нужны эти деньги? Отдай ветеранам АТО, отдай дитям сиротам, если тебе не нужны. в городе, 90 миллионов гривен. Одна Дніпроолія, на сегодняшний день, с того времени, как она стала володинцем, она уже десь близко 20 миллионов не сплатила податку на землю. Это можно запитать. Покажите, сколько вы сплатили. А мы платили за землю, а только и в карман, кишень уложили. И это Дніпроолія, когда подставными шляхами в 2009 году, в вересне месяце, получила, так бы мовити, право властности незаконное, и внесла в реест, что она стала властником, они подходят до Меркуловой и говорят, забирают эти сарайчики за 12 миллионов гривен, это на тот же время было порядка 2 миллионов долларов. Я тебя оставлю в покое. Она сказала, что я за такие деньги на Хрещатику поставлю доминичек. Ну, пожалеешь. И начинают атаку. Они, как бы, сдают в суборенду землю, в том числе и... Анатолий Петрович, дивись, мы сейчас все-таки, я думаю, на шляхи выхода. Я понимаю, что у вас кипит душа, потому что злочини иду. И в 2013 они начинают подавать позови и выиграют. Как бы неустойка за то, что используются майном, даже и не своим. Дніпроолия не властник. Все кричат, она не властник. Властником есть ИК-Актив. Те самые люди, но и другая юридическая особа. И Меркулови вернулись до Арнзігер. Ну, это такая хвальонная организация, которая говорит, что мы не програем ни одного процесса. И вот Шкляр особисто подписывает договор арнзігер. Про то, что он выиграет в Государственном суде позов МИК до Дніпро ОЛІИ. Ось его написано Арнзігер. За это они взяли 150 тысяч по безналу и 150 тысяч по безналу. Позже выставили уже, когда я был директором, и еще рахунок на 150 тысяч из тех, что они взяли в налу. За эти гроши он купил собю посаду. Я с ним говорил много раз. Он ховается от меня. Это за министром. Если НАБУ не порушит криминальную справу против Шкляра, то такая цена нашему НАБУ. Что он дальше делает? Нам призначают по спробам ликвидатора, точнее арбитражного керующего Жиленко из Запорежья. Я уже в суде показал. После того, как продажный судья Государственного суда Камша призначил ванкротство. Мы выходим и присвятка к мне подходят и говорят ты будешь делать то, что мы тебе скажем. В Дніпре. Я трошки с матом сказал, а у тебя головка в порядке. Я сразу развернулся и подал полицию в прокуратуру. Ничего нет. Жиленко свято. Я думаю сейчас можно посмотреть ролик. Еще до смерти. Я хочу про это вести. В чем его вина? Эта Жиленко она нанята особой Украинбанком. Почему наймята? Она стоит ликвидатором Дніпро шины 1 млрд грн. Вы слышите цифру? 1 млрд грн. За 12 лет это долл. Они списали на Украинбанк по Дніпро шине. И она выполняет ликвидаторский за заказом в Микриве. Это много юридических моментов. Я думаю журналистам это не нужно. Нам надо наслідки такой гражданской позиции. Я рахую Анатолий Петрович Дия как гражданской позиции отбиваю предприятия не только директора как гражданин который хочет довести злочинную деятельность бездействие и вот что у нас это это второе покушение на Анатолия Петровича первым мы не показываем другая была вообще настолько страшная анатолия працювали это держава должна контролировать своих чиновников люди ни в чем не винны те что компания осталась за боргованность по заработной плате люди не винны я зараз сконцентрувала дии яки роби и директор и засновники людям все это поясню но у них есть дети у них есть семьи и они скажут свою думку на этот рахунок Лидия Ивановна я вам даю слово на данный час много наших спевротников которые работали на товаристве МИК начали соберу но много и не соберу поэтому мы пропонуем и требуем у своих засновников и директора чтобы он поновил наши рабочие места потому что на предприятии МИК мы пропрацювали много лет это было профессионное предприятие лучше на Украине мы выпускаем 150 наименований кондитерской продукции и наши торти тесточка все что вироблялось на производстве товариства МИК знает вся Украина поэтому много наших девчат которые пошли в декрет еще працювало подприемство залишилося за бортом подприемство 50 девчат которые пошли в декрет они сейчас сидят без работы и они пропонуют и требуют от директора чтобы снова renovить наши рабочие места они не могут существовать своими семьями детьми человеками и так далее много ждали что наша судовая система надеялась на ней что она правильная и что чиновники приймут правильное решение я говорю не только от себя а говорю от всех людей которые работали для нас были созданы все умовы на производстве и обладнание которое сейчас осталось там в кривом разе такого не мое кондитерство потому что мы знаем это и голландские инвесторы которые пропоновали нам это это было высокоефективное обладнание которое працювало достойно и мы заработали на этом свои зарплати и гроши и для своих семей и для своих детей так уж я хочу Валентине Михайловне как людине яка знает какие подавки платили от товариства мне свою тоже точку зрения высловок до сих пор непонятно как наше государство допустило до такого ситуации предприятия мы были одним из больших предприятий в Кривом Роге платили огромные налоги нас перевели даже в налоговую центральную налоговую вот потому что огромное предприятие было и как можно было 700 человек оставить на улице сейчас люди как Ида Ивановна правильно сказала многие нашли работу многие работают но многие остались без работы те же декретчики звонят постоянно потому что девочки выходят с декрета им некуда податься их никто не берет на работу а дети маленькие а кушать то хотят значит нужно работать где-то и надеются что все-таки дадут возможность нашему предприятию заработать по новой мы с твоей стороны поможем всем чем можем руководителям предприятия если дадут возможность восстановиться предприятие просим учредителей все-таки начать работать я думаю никто нам ничего не даст надо брать самим и все это делать это сейчас такое мое мнение прошло много времени я сейчас общаюсь с людьми которые мыслят по-другому мыслят свободное помер мий зразок люди Любомир Гузар так вот он сказал никто не боится голодных им начхать что вы все голодные боятся вольных так вот я хочу сказать что я сейчас стою вольной человек за допомогою своих друзей я им очень за это благодарна но еще довгий шлях но ни в кого ничего мы больше просить не будем рабочие места мы давали и я умею это делать профессионально и я это буду давать и никто мне это не может запретить ну что поделаешь лечить будем юридическую нашу систему в государстве это долгий шлях а людям ездить надо завтра заборонять работать нам никто не сможет я в этом уверена поэтому будем делать найдутся люди которые нам допоможут выйти из этой ситуации для всех медиа я сейчас готую медиапроект в котором мы будем отображать как входит треба из этой беды я думаю я думаю людям згодиться но не можно не можно давать чтобы так люди зневирились своей державе чтобы у нас уже компания ведут на працевлаштувание в Польши уже весь фейсбук забитый я всегда своих девчат учила девчата не что вам делать в Италии не мать чего работаем нормальное предприятие и работаем сейчас уже не ценили до той степени что просто вагонами вызывают людей в Польшу сколько мы будем терпеть обладнание есть половину крали ничего мы начинали руками снова пойдем руками я думаю найдутся правоохранители порядные которые найдут нам это обладнание не найдутся мы сами его найдем значит очень рассчитываю поддержку медиа поддержку своих сотрудников для этого я собрала эту конференцию если мы не засветим светло над всеми проблемами нас всех по очереди потихоньку передавлять я все сказала если есть вопросы у медиа будьте ласкови я готова мои люди готовы я думаю Анатолий Петрович будет готова ответить на все запытания какие есть можно вопрос вы сказали вначале что пресс-конференция посвящена теме миг возрождается совершенно верно что это значит это значит это значит новое предприятие основа нет у нас все готово то есть нас парализовали в 95% готовности новой фабрики понимаете арестовали счета но сейчас что это значит сейчас это значит то что оборудование есть оно по прежнему принадлежит нам мы будем становиться и работать на нем этого нам никто не запрещал будут все почему я привлекаю и планирую создать медиапроект потому что все структуры которые будут давать дозвола на запуск потому что работать в подвале никто не рассчитывается мы предприятие которое имеет все допуски до производства все документальные вопросы проекты и так далее и тому подобное поймите быть предприятием а-ля подвал и где-то прятаться и производить мы не будем мы привыкли производить качество привыкли людей кормить качеством поэтому делать будем все абсолютно открыто и все проблемы которые будут на этом пути возникать мы будем их освещать и будем их решать если мы где-то будем делать неправильно ну я думаю порядочные люди нам подскажут как сделать правильно так еще раз подождите возрождение заключается в том что мы парализованными стали понимаете есть помещение в котором находится ваше оборудование в кровь роге это не помещение это новая фабрика построена там стоит сейчас ваша оборудование оно закрыто это помещение опечатано или что там почему ну это наша собственность почему оно должно быть опечатано или закрыто Да, если можно, я расскажу, там частково надо еще вкладывать деньги, для того, чтобы все помещения, подъезды, довести долги. Мы ведем пошук инвестора. Для того, чтобы требовать деньги, банк по сговору, или не по сговору, или по какой-то дурной своей, как судья любят говорить по своему дурному переконанию, возможно, вступил в эту дею и перестал... Я прошу прощения, а какого вы имеете отношение к миру? Я? А я правозахисник. Я просто сейчас хочу, чтобы спикер, то есть учредитель МИКа мне отвечал вопроса. Вас не затруднит дать мне возможность учредителю ответить на вопрос. Спасибо большое. Будьте власть. То есть вы меня услышали. Готовность есть, но поскольку именно счета были арестованы, прекращено финансирование банков. В кредитной открытой линии прекращено финансирование, предприятие у которого 12-летний прекрасная история по кредиту. То есть я не буду больше ничего говорить. Хочу сказать только одно, что мы будем компанию возрождать. Наши методы мы будем освещать в медиа. На сегодня я просто говорю вам, что это цель и мы ее достигнем. Сама вся технология будет вся абсолютно открыта. Ничего мы скрывать, мы ни с кем договариваться не будем. Вот это вот то, что я вам могу пообещать. Можно еще один вопрос? А вам известны причины конфликта, которые у вас возникли? Это классическое рейдерство. С вот этим вот товарищем Днепрессивным. Это классическое рейдерство. Я специально оставила доску. Я вам сейчас покажу, как это делается в Украине. Днепрессивный. Это плохой опыт, но они настолько банальны, понимаете? Вот это вот мейки. Ну, не плохо. У него есть кредитный портфель, хорошая история и так далее и тому подобное. Ну, получился хозяйственный спор в Днепроле. Я вам скажу так, они наши учителя. У меня нет никаких отрицательных моментов по поводу Днепроле. Это мой учитель. Но у нас есть чиновники, которые кушают даром хлеб. Это пан Корытник. Сценарист, кто пишет, есть специалисты, есть следствие, они все это дойдут. Я говорю то, о чем мы сейчас уже знаем сами. Корытник, МИК, в хозяйственном споре, понимает, что это тупик, понимает, что нам нужна новая фабрика. Ну, если с хозяином не можем договориться, строит новую фабрику. Фабричная 3. 95% готовности. Безопасность, мне говорит, Елена Анатольевна, прокуратура и Саксаганский РУВД вами заинтересовались. Как вы строитесь? Как говорил Киселев, вы думаете, это совпадение? Не думаю. Пан Корытник пишет в УВД, что МИК незаконное УВД-будивничество. Совпадение? Не думаю. А там Яненко, да? Не знаю, кто тут, но он направляет напрямую в УВД. Жертный райдел. Яненко. Кстати, Яненко отказался работать по этой теме. И это пошло в УВД. То есть, Пан Корытник инициирует, что МИК незаконно будуе, а будуе на самом деле засновник МИКа Меркулов. Ну, поскольку мы знаем классическую рейдерскую схему, естественно, надо положить МИК. Мы никогда не думали о том, что нам надо раздробить было предприятие. Ну, поскольку мы живем в мире рейдерства, да, нормальные компании это все делают, но мы, увы, не успели. Мы работаем уже с банком. Мы завели колоссальные инвестиции. Мы поставили голландское оборудование, которое, ну, поймите, аналога такого оборудования, раз, два, я думаю, мы это два или один в Украине. Так вот, Пан Корытник инициирует незаконное будивництво. Засыпается восемь проверок. Экология, сельское господарство, налоговое. То есть, Меркулов, строя предприятие, просто на это все не реагировало. Они кидали, кидали, кидали эти акты. Повыигрывали суды, там, это отдельная тема, этим будет заниматься следствие. Понимаете, это все, я вам просто показываю, что парализация МИКа, потом парализация фабричной. То есть, ну, нельзя строиться. Потому что восемь комиссий придумали, что, ну, не надо МИКу работать дальше. А почему МИК не мог переехать на фабричную? У Крексимбанк, имеющий кредитную линию, рабочую, оставалось копейки додать, чтобы достроить фабричную. Это никому не нужно было, это все государственные наши чиновники, господа. Так вот, я вам хочу сказать, что УКР-Эксимбанк, он первый, который отдал кредитный портфель прокуратуру Днепропетровской области. Это информация от моих бухгалтеров, от самих же сотрудников УКР-Эксимбанка. УКР-Эксимбанк ведет переговоры с желающими купить молочный комплекс, это вторая цель рейдерской атаки, Карпатские луки, город Трусковец. Ну поймите, банально, все очень банально, но для того, чтобы понять, откуда у Мика проблемы появились. Державный чиновник, державный банк, кто не расследует, державный чиновник. Вот я говорю, почему я называла конференцию, чем же завинил МИ перед державою для того, чтобы лишить себя налогов на 10 миллионов в год. Вот это такой вопрос. А вот сейчас я предлагаю посмотреть маленький сюжет этой компании Днепролея. Вы сейчас посмотрите, мы, значит, Анатолий Петрович выиграл заработную плату, и, чтобы сохранить хоть какое-то имущество из захваченного, Руденко просит печи отдать. Вот это вот представитель Днепролеи. А я вам передаю, каким образом вам передали? То есть, вы передаете обладнание? Между собой, кто вам сказал, что обладнание должен быть? А кто сказал, в каком состоянии я должна принимать это обладнание? О, что ты проводила в Астанске, а она сидела, а вы говорили, что не знаете. Трошки, я вибачаю за непрофессийную разговору. Але, оця людина написала в виконавчу службу, что майно выехало из территории Днепролеи. Людину заставляют свечить то, что не было. Майно залишало. У нас в 50 людей коллектива знают, что она не совершилась. Виконавча служба пытается передать Руденко печи. Я говорю, ну подождите, я должна посмотреть, что печи хотя бы целые. Он не профессиональный. Он не понимает. Ему не дают ни эксперта, не дают технику. Ну, ни экраном неможливо. Просто зайди и поставь подпис, что ты забрал 4 печи на 600 тысяч гривен. Ну, то есть до банальных печи издеваются на длину. Не улыбайтесь. Большие проблемы, большие проблемы. Вы очень-очень-очень делали. Поэтому, я вам еще раз повторяю, Владимир, я уверена, что он раскурен. По этому, он специалист. А как вы можете понятник записывать, который является лицом для действия? Я вам нагадаю. Ваня сказал, что решение судовища будет поцелить. Я думаю, что это интересно, оно у нас есть. Мы его постоянно укладываем в Ютубе, для того, чтобы напоминать. Я перепрошу, может, что я так трохи... Ну, я хочу сжать, чтобы не очень пользоваться вашим вниманием. Но я вам скажу так, что попираются закон, попираются нагло, до беспредельности нагло. Поэтому я считаю так, что мои люди не заслуживают, чтобы такие проходимцы лишали их заработной платы, лишали их рабочих мест. Потому что мои люди работают и в них. И они мне рассказывают, как у них там с этим обстоит вопрос. Если еще есть у журналистов вопросы, я с радостью еще ответил. Я, если дозволите журналистам, додам. Те, что я хотел бы сейчас сказать. Банально. В нашей стране просто. Якийсь чиновник бачит, працюющее предприятие, яке дает большие доходы. А почему в этом предприятии не проработать на меня? Она еще не рассказывает, что до нее подходили и сказали, давайте мы 50 на 50 сделаем в долях, и у вас в этом месте вообще не будет проблем. Но до нее же подходили люди, она про это не рассказывает. Кто подходил и с какими пропозициями. После того, как она отмолилась от пропозиции, сами начали разработать эти схемы рейдерских атак. Как она отмолилась, сказала, я створювала это предприятие, я работаю, люди меня знают, у меня есть имя, и начали вставлять палки в колеса. Закрили кредитную линию. А для того, чтобы закрыть кредитную линию, нужно один звонок. Например, от Мадвилкова, от Любаненко, от Каритника, еще от кого-то. Далее, подключить податковую, подключить службы, полиции, прокуроров, и все. И они уже просто не дадут. И они просто не дадут уже працювать. А далее все банально. Виконавча служба описывает твоё майно начебто. И все, и ты уже банкрут. Я так же проходил эти схемы. Но я просто до этого не допустил. Своя часть. Это все знают. Скажите, пожалуйста, к вам конкретно кто-то подходил, звонил и предлагал какие-то схемы? Мне не хотелось бы сейчас это высветливать. Почему? Потому что, ну, я вам говорю, что если мы настроены на то, что будет следствие, я просто не хочу оговаривать, кто подходил, но это не хотелось бы мной освещать. Почему? Потому что, ну, все знают, насколько у нас интересный город. И кто подходить может, сами знаете, кто это может подходить. Я не знаю. Ну, это группировки, которые считают владельцами себя города. У нас их много. Криминальный крибас открываете, и можете пальцем тыкнуть, и не ошибётесь. А вот, вопрос только в том, если сейчас, так, дальше будет продолжаться, я считаю, у этого государства нет перспективы. Изменим мы. Всю ситуацию изменим мы. Бог даст, нам получится. По крайней мере, рабочие места мы дамы. А там-то всё потихоньку, как бог даст. Вильных людей будут бояться, но они хотят сделать, как можно больше работ. Я никогда в своих людях, не то, что даже не хотела бачить работ. Мне всегда было интересно с профессионалами мать справу, с тех людей, что прежде всего повышают себя. то мы так и будем восстанавливаться, в том же духе. Какие конкретные шаги вы планируете делать в ближайшее время? По восстановлению работы способностей? Конкретные шаги. Мы сейчас проведём полностью огласку, я думаю, эта пресс-конференция много чего даст, что мы возобновляемся, отберём кадры, определимся, какую сейчас мы сделаем финансовую модель, бизнес-модель и пошагово будем к этому идти. Сейчас очень сильно немножко экономика хромает, поэтому будем выбирать то, что даст рабочие места и одновременно доходность всем, чтобы можно было не просто работать, а ещё и зарабатывать. Итак, шаг за шагом. Если удастся сделать действительно медиапроект, мы будем всё показывать от А до Я, от разработки бизнес-моделей до получения разрешительных систем, до первого шага в предприятии, захода, настроение людей снимаем и так далее, и так далее. Я думаю, это будет интересно. Нам нужно прекращать показывать жареные факты, начать радовать людей нашими новостями. Сегодня в Сагзаганском РВ я сказала заступник Усличеву. Вопросов нет. Давайте нам свои достижения. Если у вас есть раскрываемость, пусть наши люди радуются, но на сегодняшний день картины такой нет. Нам не надо разыскивать велосипедики, которые воруются нищими и голодными нашими горожанами. Нам надо хорошее раскрытие, которое дадут людям работой не только мне, а еще таким десяткам работодателей, которые на сегодняшний день загнаны в тупик, страхом объяты, как объята была два года назад. Какой там два года назад? Два месяца назад я. Но мне не стыдно от этого. У этих людей очень сильный профессиональный уровень. Они объединены между собой. Поэтому я предлагаю. Нам нужно объединяться всем хорошим людям, которые мыслят и видят своих детей в этом государстве. Я своих детей вижу в этом государстве. Если такие же будут у меня единомышленники, я буду только рада. Благодарю за внимание. Я считаю, конференция закончена. Благодарю.